Знаменитый кардиохирург, выдающийся ученый, человек, спасший десятки тысяч жизней. Лео Бакерий сегодня принимает поздравления с 80-летием, а встречает праздник, как всегда, на работе в Бакулевском центре, который возглавляет вот уже четверть века. Ежедневно по несколько сложнейших операций. Репортаж Ольги Паутовой. У вас сейчас какая по счету будет операция? Четвертая. И так каждый день. Доктор Бакерий очень удивляется, когда у него спрашивают, зачем же до сих пор столько работать. Так ведь именно многочасовые операции держат в тонусе, причем не только разум, но и тело. Сегодня подавляющее большинство операционных сделано с климат-контролем. Я говорю, что мы будем жить дольше, чем остальные, потому что мы постоянно при температуре 15-17 градусов. В его операционной никакой музыки или радио. Напряжение снимает другим способом. Я очень люблю, я назову это сплетничать с операционными сестрами. С улыбкой на лице и будто бы невзначай задает ритм всему Бакулевскому институту, оставаясь главным новатором в свои 80. Еще студентом он придумал, как делать операции детям с пороком сердца. Ведь при этом диагнозе организму постоянно не хватает кислорода. А значит, любое вмешательство опасно. По чертежам Лео Антонович сделали барокамеру, в которой благодаря повышенному давлению кровь пациента лучше насыщалась кислородом. А вот хирурги в таких условиях ощущали себя как водолазы. Я даже почетный водолаз. У меня есть удостоверение, потому что я погружался на глубину, эквивалентную 25 метрам воды. Потом Лео Бакерия первым в мире начал лечить аритмии сердца хирургическим путем и первым же сделал операцию на коронарных артериях с помощью робота. Он и сейчас самые сложные случаи берет на себя. Этому пациенту два дня назад пересадил новое здоровое сердце. Надо вслух читать чего-нибудь. Вслух читать? Да, хоть описание холодильника, не важно. Я серьезно говорю, для развития легких очень важно. По ощущениям он нелегкий, металлический и очень-очень острый. Этот осколок достали из тела Заура, когда ему было 9 лет. Он один из тех, кто три дня провел на полу в школьном спортзале во время теракта в Беслане. Как оттуда выбрался, не понимает до сих пор. Помнит лишь, как очнулся в больнице. Была лишь одна странная ссадина на груди, которая начала болеть только через три дня. Рентген показал осколок в сердце. На следующий день Заура уже привезли в Бакулевку. Оперировал Бакерия. Я открываю сердце, там, где должна быть пуля, ее там нет. Крючками, так, сяк, нет. И это была действительно рука Господа Бога. Вот я по сей день так считаю, потому что я не знаю, что меня заставило взять салфеточку, взять за верхушку это сердце и поднять. И она оттуда выпала, из правого желудочка. Он мне говорит, ты там осколок свой видел? Я ему говорю, нет, не видел там. Они его в музей дали. Эти кадры были сняты через несколько дней после операции. Тогда Заур сказал журналистам, что теперь обязательно станет врачом. Детская мечта превратилась сначала в цель, потом в бессонные ночи учебы в медицинском вузе. И теперь Заур приехал в ординатуру к тому, кто 15 лет назад спас его сердце. С таким осколком нужно идти, когда ты приживаешь, нужно идти только в картинке руки. И это, признается Лео Антонович, для него лучший подарок. Впрочем, за годы работы запомнился еще один. После операции пациент пришел к нему в кабинет в руках с брючным костюмом. Я говорю, это что? Он говорит, это костюм для тебя. Я говорю, а что случилось, почему? Да что, говорит. А я уже в это время готовлюсь в операционную. Он говорит, вот люди тебя видят все время в зеленом, вот так вот. Думают, что тебе нечего одеть, говорит. Он, конечно, не обижается. Ведь знает, для многих его образ просто стал символом врача. Врача, который обязательно сделает так, чтобы сердце билось ровно. Вам долгих лет жизни. Спасибо, дорогой, спасибо. Ольга Паутова, Мария Емельянова, Дмитрий Попков, Павел Волконский, Руслан Башко. Первый канал. И сегодня на нашем канале премьера документального фильма «Лео Бакери. Сердце на ладони». Смотрите в 14.10.